Мы приехали, Жаня, в трезвом состоянии. Мы туда сколько? Часа в три приехали? А они? Ну, чуть позже. Ну, мы только разложились. Ну, минут через десять, наверное. Ему говорили, что Андрей будет праздновать рождение, но он сразу сказал, что у меня нет средств, чтобы приехать, и я не приеду. И потом же ему опять же написали то, что мест нет в машинах, и никто никак не может приехать. Всё у тебя распределено, и никто не ждал. Скажи, Андрей, вот отмечали твой день рождения. Ты в каких взаимоотношениях с Владом Баховым, и приглашал ли ты его на свой день рождения? Я с Владом был в дружеских отношениях, наверное, очень, ну, никак не очень, в тесных отношениях. Я, да, его приглашал изначально на день рождения, но он мне написал, что не сможет приехать, так как у него не хватает денег. На билет или на что-то ещё, я так и не понял. Но в итоге он сделал сюрприз и приехал с другими ребятами, просто со Смоленска, неожиданно. Как вы оказались на этом празднике? Андрей, именинник, написал мне ВКонтакте, я его поздравил, он пригласил меня на день рождения по телефону. И мы с ним договорились, когда и где встретиться. Вы были на поляне в числе других гостей вечеринки. Всего их было, ну, вместе с Владом 13 человек. И вы даёте показания о том, что, уходя в лес, он прошёл непосредственно мимо вас. Вы видели, как он удалялся в лес? Я не видела, как он удалялся в лес, но он сидел слева от меня, и боковым зрением было видно, как он уходил за меня. В какую сторону именно, я сказать не могу. Марина, на мой взгляд, чётко даже знает, кто мог быть виновником гибели. То же самое подтверждает и Роман, что есть имя, которое повторяет эта девушка про себя. Другое дело. И допускает, что этот человек может быть причастен. У неё есть обоснованные подозрения в том, что с Баховым расправились. Были некие факты, которые вы намеренно скрыли от следствия? Только честно отвечайте. Хорошо. Скрыли или не скрыли? Скрыли. Скрыла. А почему же, секундочку, Сабин, а почему у меня предварительно на тестирование это отрицали? Почему говорили нет? Хорошо, следующий вопрос. Могу ли я говорить о том, что вы предполагаете, кто это мог сделать? Нет. Ответ. Нет. Ложь. У меня вопрос. Секундочку. У меня к вам есть вопрос. Ответьте, пожалуйста. Когда я вас спрашивал в отношении того, что произошло, а в частности пропажи Влада, я спросил, допускаете ли вы, что кто-то конкретно к этому может быть причастен? Что вы ответили? Да. Ответ. Да. Правда. Наши гости допускают, что кто-то к этому конкретно был причастен. Скажите, есть что-то значимое по этому делу, значимое, которое может поменять ситуацию в этом деле? Что-либо такое, что вы нам не говорите? Нет. Ответ. Нет. Ложь. Проходя полиграф в органах дознания, можно говорить, что вы полиграфологу лгали? Да, но я говорю, что... Ответ. Да. Правда. А в следствиях органах вы дали правдивые показания? Да. Ничего не скрыли? Возможно, какие-то о себе данные могла. Видео, которое мы детально обсуждали на прошлом эфире, где вы на этих кадрах? Это единственное сохранившееся видео после той вечеринки. Где вы на этом видео? На этом видео я стою боком к беседке. Там был фрагмент «Я стою боком». А на общем фото можете показать себя? Там есть общая фотография. Вы внизу в синей жилетке, правильно? Вы были чуть-чуть светлее. Да. У меня кофта. А, ну, синяя кофта. В левой нижней части кадра, верно? Это вы на этих. В тот вечер над Владом издевались? Нет. Над Владом смеялись? Да. Влад был влюблен в Дарью Дербанову? Нет. По вашему мнению, Влад уже мертв? Да. Вам точно известно, кто это сделал? Нет. Это Марина Кобюк, участница вечеринки, во время которой 10 месяцев назад бесследно исчез 16-летний Влад Бахов. Что это? Она заявила, что потеряла сознание, когда проходила детектор лжи во время следствия. Но какой вопрос ее так испугал? Марина Кобюк наотрез отказывалась проходить полиграф у нас в студии. Но после того, как буквально в нескольких сотнях метров от беседки, в которой праздновался день рождения, обнаружили останки, предположительно, Влада Бахова, она внезапно пришла на съемки и призналась, есть тот, кого она подозревает в расправе над ним. А возможно ли такое, что вы подозреваете кого-либо из тех, кто не приехал на передачу? Подозрения падали на совсем других людей. Максим, скажите-ка мне, пожалуйста, значит, я вас спрашивал в прошлый раз, было ли у вас собрание ваших родителей, чтобы обсудить все, как и почему? Мои родители не собирались ни с кем. Да, а вы знали, что было такое собрание? Уже через некоторое время... Ну вы знаете, все наши гости это отрицали. Вопрос к вам, Марина. А такое собрание было между родителями? Да. Ответ – да, правда. Спасибо вам за правду. Такое собрание было. Итого, родители собрались и обсудили, как и что делать дальше, что они потом все это отрицают. А это без твоей мамы, что ли, было собрание? Без мамы. То есть, ну, обсуждали твоя мама, Яскин, Дербанов, да? А кто там еще был? Ну, у меня даже свои родители, вот. Никакого собрания не было. Я был на работе в этот момент, не знаю, кто там был, чего обсуждали. А нам уже Марина Кобюк, да, сказала... Ну, не знаю, кто это, поверьте мне. Вот вы мне называете сейчас фамилию, я не знаю, кто это. Какое собрание? Я там не присутствовал. Ну, Марина сказала, что вы были. Марина. Ясно. Марина сказала, что я присутствовал. Да. Ну, как... Вы знаете, что там, скорее всего, присутствовала моя жена. Нету, вы в форме были. Я жена привозил туда. Редактор субтитров А.Семкин